Вдумайтесь в фразу ну да нет ну, обычная логика определит ее как пик абсурда. Поощрение, подтверждение, отрицание и вновь поощрение, в форме побуждения к действию. Но именно такие почти невыразимые в ненепечатной лексике эмоции у меня вызвало недавнее заявление министра внутренних дел Франции господина Жерара Дарме. Миль пардон, Дарманина по поводу вмешательства Азербайджана в вопрос о Новой Каледонии. Начало 21 века, вероятно, войдет в историю как период откровений. И торжества принципа Нолен-Волен, Ноленс-Воленс, в международных отношениях. Звучит как французский, хоть и берет происхождение из латыни. Означает хочешь не хочешь, то есть мне по барабану, что ты думаешь, что хочешь, а чего желаешь избежать, все равно будет, как сказал я. Я, это группа мировых вседозволенных, вокруг которых, как кресло на карусели, крутятся все остальные. Но давайте без эмоций, министр внутренних подчеркнем внутренность, а не иностранность, дел Франции обвинил Азербайджан в излишней активности в вопросах прав народа Новой Каледонии. Мол Баку стремится насолить Парижу за защиту прав армянского населения Карабаха. Министр Дармонин решил диверсифицировать свою роль. Его ведомство, наверное, переименуют в Министерство внутренних и внешних дел. Но это уже реально внутреннее дело Парижа. Забавит иное. Когда Париж предельно открытый и циничный лес и лезет во внутренние дела Азербайджана, не стесняясь потакая и всячески покровительствую сепаратистам, это в порядке вещей. Когда Азербайджан поднимает голос в защиту жертв неоколониализма, это, как выясняется, хамство и нарушение всех законов. Каких законов, хотелось бы знать. Где грань дозволенного, отделяющая мир крутых макромажоров от убогих, я бы даже сказал, используя Азербайджана русский сленг, пиядинских товарищей, которые должны, по мнению Франции, молча стоять у параши. Наши коллеги в Париже видят мир так, каждое утро главы государств и правительств в 90% стран, проснувшись в первую очередь требуют брифинг на предмет касающихся их пожеланий, прозвучавших на Елисейских полях. В случае наличия таковых, не умывшись, стремглав мчаться их исполнять. И только после этого могут заниматься чем бы то ни было еще. Очень не хотелось бы разочаровывать, но французское руководство явно не в курсе, оно так не работает. Вы перешли все мыслимые и немыслимые красные и даже черные черты. Вы выбрали лекционно-агрессивный тон, объявили нам гибридную войну, решив привлечь французских избирателей ценой сохранения оккупации азербайджанской земли. Вы отказали нам в справедливости во имя химера защиты прав тех, кто попрал наши права и превратил боль нашего народа в источник своей гордости, заслуженно поруганной и втоптанной в грязь гордости оккупанта наглеца. Эта ваша деятельность помогает реваншистам неадекватам третировать армянское общество, затыкая рты готовым к нормализации отношений и требуя все новые и новые жертвы на алтарь ненависти, у которого прислуживают подобные некоему Баграту Сарбазану, очередному деятелю армянской апостольской церкви, призвавшему не помышлять о ядовитом мире, а вести себя как настоящие патриоты. Опля. Лихо завернул однако. Кстати, кто помнит, как звали псов знаменитым имено? По-моему, Сарбазан. Интересное совпадение. Хотя мне надо извиниться за эту параллель. Извиниться перед памятью милой собачки, а вы думали перед кем? Франция и ее сегодняшние лидеры, тщится превратить Азербайджан в страну парью, но не ведает, что сама превратилась в таковую. Эту роль она взяла на себя добровольно. Нам, безусловно, столь напряженные отношения с одной из стран Европы не с руки. Французы нам такой расклад навязали нолен волен. Однако на этом применение этого выражения к Азербайджану новобонапартами заканчивается. Им пора назад в школу, за партой, где их, возможно, смогут просветить на предмет законов о всяком действии, вызывающем противодействие. Заставить нас что-либо сделать по принципу, я сказал. Жалкое подобие некогда великих правителей еще недавно великого государства не в состоянии. Мы со своей стороны на величие не претендуем, но популярно объяснить реалии тем, кто считает нас ничтожеством, в состоянии, на всех языках и всеми способами. Да, нам искренне небезразличны чаяния народа Новой Каледонии. Кто-то сомневается. Пусть обоснует.